Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео про зубные пасты, если вам дорого ваше здоровье и здоровье своих детей. Этим видео я хочу предостеречь людей от ужасных глупостей, ошибок и просто преступлений против себя и своих детей при использовании химических зубных паст, содержащих вредные химические вещества. Сейчас я перечислю самые опасные из них, скажу, чем именно они опасны. И, конечно, я в конце видео предложу безвредную альтернативу и даже не одну этим вредным зубным пастам. То есть, поясню, как и чем чистить зубы, чтобы не было опасно ни для ротовой полости, ни для ЖКТ, ни для всего организма в целом, а зубы очищались при этом очень хорошо. У меня уже выходило два видео о зубах, вы их потом посмотрите, ссылки будут вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Очень много лжи в своей рекламе заявляют по телевидению и интернету производители паст. Например, паста восстанавливает эмаль зубов, заживляет раны, это все полное вранье. Зубная паста не есть клей, ни какой-то полимер, который, как эпоксидная смола застывая, может заделать какие-то там трещины в эмали. Эмаль формируется исключительно через кровеносную систему зуба. И все. Все питательные вещества, запомните, поступают в каждую ткань, в том числе костную ткань, только через кровеносную систему. Но имейте в виду, при чистке зубов, полости рта, во рту остаются те частички химических веществ, которые содержатся в той или иной пасте, а потом со слюной они неизбежно попадают в желудок, далее в кишечник и из кишечника в кровь, во все клетки и ткани нашего организма. Всегда читайте на упаковке состав. Ну а теперь вот что попадает вам в организм из вредных веществ и чем они вредны. Первое. Фтор. Ну это вещество второго класса опасности. Синтетически фтор является сильнейшим окислителем среди всех химических элементов и он наносит серьезный вред и зубной эмали, и костной ткани всего нашего организма, то есть скелета. Он вызывает кровотечение в деснах, крапчатость зубов, он приводит к дефициту витаминов К и группы В, к слабости в конечностях. Фтор вызывает коллоидное перерождение ткани щитовидной железы, снижает и убивает иммунитет, тормозит внутриклеточные процессы синтеза и ускоряет физиологическое старение организма. Фтор вызывает изменения в мозговой ткани, аналогичные болезни Альцгеймера и иным формам слабоумия. Так что фтор не защищает зубную эмаль, а разрушает ее, имейте это в виду. Да, и еще фтор несовместим с карбонатом кальция, он часто указан в составе на упаковках. Карбонат кальция это мел, и карбонат кальция, если он действительно в пастах содержится, это сильнейший абразив, и он повреждает эмаль зубов. Второе. Флюорид или фторид натрия. Он хотя и меньший в плане агрессивности компонент, однако он является ионом фтора и имеет схожие побочные эффекты. Третий пункт. СЛС, слез, лаурилсульфат натрия. Это пенообразователь. Он применяется многими производителями химии для мытья полов и машин на автомойках. Сульфаты это продукты нефтепереработки. Они являются сильными аллергенами и обладают сильнейшими окислительными свойствами. То есть они порождают свободные радикалы. Они легко проникают в ткани всего организма и вызывают их отравление. Но они являются самыми дешевыми пенообразователями. Они хорошо чистят и потому производители дешевых паст их и применяют. На здоровье людей им разумеется наплевать. Забыли почему? Вспоминайте Маркса. Так вот, их использование и для кожи, и для слизистых, тем более, оболочек, например, полости рта, крайне вредно. К тому же, уничтожая болезнетворные бактерии, они уничтожают и наши симбиотические полезные бактерии и в полости рта. И, кстати, способны вызывать сильную сухость. Ну и кишечную микрофлору, попадая в ЖКТ, они уничтожают. Более того, ЛСС-пенообразователь убивает зрение, особенно у детей, задерживает их развитие умственное в первую очередь, вызывает катаракту, лауринсульфат при распаде и взаимодействии с другими веществами, вызывает образование нитритов, но это ладно, и диоксинов, а это уже гарантированный рак. Вопрос времени. Данные соединения сульфата являются анионами, поверхностно-активными веществами. Они не растворяются и практически не выводятся из организма, имейте это в виду. Четвертое. Метранидозол, хлоргексин, триклозан и триклогард. Это все вещества, входящие в состав различных антибактериальных зубных паст. Они являются антибиотиками, которые, помимо уничтожения вредных микроорганизмов в полости рта, разрушают и полезную необходимую микрофлору полости рта, и в целом убивают симбиотическую кишечную микрофлору. Вред их колоссален, они нарушают кровоток плода в организме беременной женщины, снижают снабжение плода кислородом, снижают гормон эстроген, они вызывают хронический дисбиоз полости рта, и тогда стоит хоть раз не почистить зубы вот этими средствами, содержащими мощные антибиотики. То и зубной налет, и неприятный запах изо рта моментально возвращаются. Это как наркотики, на которые вас подсаживают, и пусть здесь не психическая, физиологическая зависимость, но зависимость в плане возникновения вот этих самых неприятных запахов, а человек понимает, что при использовании этих паст его нет какое-то время, вот он начинает как наркомат дальше это использовать, но убивает свой организм в целом. Пятое, это соединение алюминия, ну это просто страшная штука, это нарушение двигательной активности, обмена веществ, это снижение памяти, это возникновение Альцгеймера с годами. Шестое, парабены, это сильные консерванты, которые используются против порчи продукта. Это продукты химического производства, исследования, которые еще проводились в 2004 году, доказали пагубное влияние этих веществ на репродуктивную способность женщин и мужчин. Это и нарушение развития плода у беременных женщин, это увеличение риска развития рака матки, молочных желез, а у мужчин-семенников онкологии. Это и высокая вероятность различных раздражений и аллергических реакций. К парабенам относят метил, бутил, пропил, изобутил, изопропил. Седьмое, диаформ. В отбеливающих зубных пастах часто используются вещества, способные осветлять зубы, но, к сожалению, в ущерб зубной эмали. К таким веществам относят ацетилен, дихлорид, сим-дихлорэтилен, 1,2-дихлорэтен. Это тяжелые канцерогены, которые тоже вызывают очень серьезные проблемы с организмом. Ну а теперь про альтернативы. Они очень простые. Во-первых, вот в этом видео, которое я выпускал, и сейчас повторю об этом, я говорил о создании зубной пасты из отдельных компонентов, которые, во-первых, натуральные и можно спокойно купить самим для себя абсолютно экологически чистой, безопасной по всем статьям зубной пасты. Это для тех, кому не лень потратить время на это. Второй вариант – это покупать пасты, безопасные для здоровья. Так вот, у нас на нашем сайте nadgar.ru вы можете купить не только безопасные пасты, но и уникальный зубной порошок. Почему уникальный, сейчас поясню, это абсолютно так. Все сами поймете. Во-первых, вот эти четыре вида зубной пасты. Производит их одна маленькая индийская компания, но это семейное маленькое производство. Она абсолютно безопасна, 100% натуральные компоненты, на основе бентонитовой глины. Вот вам состав. Очищенная вода, бентонитовая глина, соль, экстракт стевии, ментол, масло мяты перечной и масло чайного дерева. А масло чайного дерева – это мощнейший природный натуральный антибиотик. Ну а теперь тот самый уникальный порошок. Чем он уникален? Он состоит только из одного компонента. Это 100% натуральный продукт, который можно даже есть. То есть он является сорбентом. И, кстати, применяется для детей в качестве присыпок, ну и при кожных проблемах. Это целлюлоза льняная, измельченная до наночастиц. То есть это в стеблях льна, есть мягкие волокна. Вот они и измельчаются. Этот порошок во много раз безопаснее того старого советского порошка, который еще помнят некоторые наши советские люди. Просто этот порошок дороже в производстве и потому не выпускался советской промышленности. Посмотрите, пожалуйста, еще раз советую. Вот это мое видео с таким названием «Лен и конопля дороже золота и нефти» и почему уничтожили эти отрасли. Мы смогли восстановить вот это маленькое производство из нашего отечественного русского льна для того, чтобы люди могли чистить зубы идеально, качественно, абсолютно безопасно. Это, пожалуй, самое лучшее безопасное средство для чистки зубов и полости рта. И, кстати, жевательная смолка. Все время про нее забываю сказать, ни в одном видео не говорил. А что это такое? Это сибирская смолка, жевательная резинка, которая не только абсолютно безвредна и, естественно, важна для тех, у кого есть привычка это чего-то жевать, да? Но это в отличие от проклятой зубной резинки, любой химической. Укрепляет зубную эмаль и десна. Ее существует два вида, посмотрите, пожалуйста, на сайте об этом товаре информацию, ссылочка будет в описании вот под этим видео. Уверен и знаю, что будут такие люди, идиоты, которые будут злиться от того, что я что-то продаю. У меня только один в этой связи вопрос. То есть лучше было бы, чтобы я промолчал и не говорил об этом. Причем, кстати, да, у меня это продается уже годы, а лекцию эту я решил сделать только что. Более того, я же сказал, что можно сделать самостоятельно зубную пасту. И дал рецепты, когда еще более года назад, вот в этом видео. Я поражаюсь, какие же есть люди все-таки мерзавцы и дебилы. По-другому просто назвать нельзя, это не грубость, это минимальная, скажем, мягкая констатация фактов. И потом интересное дело у них таких товарищей получается. То есть информацию я дать обязан, типа. Ну могу, по крайней мере. А продавать, значит, качественный товар, который проблему ту или иную, которая существует, поднятая проблема, я предлагаю решить данным товаром хорошим, который я продаю. А их это бесит. То есть, типа, я не могу продавать тот товар, который поможет решить данную проблему. Это что за наглость? Что за тупость и дебилизм? Вот это я не могу понять. Но это, дорогие друзья, я не вам говорю, а вот этим идиотам, которые обязательно об этом напишут, потому что они пишут каждый раз, под каждым видео, где что-то я продаю, как решение данной проблемы. То есть, кто-то может продавать, а я, типа, нет. А я, например, наоборот, считаю, что как раз это прекрасно. Что если проблема существует, и я предостерег людей от той или иной проблемы, так я еще предлагаю не только решение, а и сам товар, и людям удобнее и проще. И тем более, в знак благодарности, я так полагаю, хотя бы даже, да, люди могут и покупают у меня те или иные товары, которые все равно покупать нужно. А тем более, если они уникальны и не имеют аналогов. Ну, в общем, это еще раз напоминание разумным и вот как бы палкой по голове идиотам. Кстати, для таких людей, именно для таких, я свой ответ уже давно дал. Все понятно, реклама. Вот это видео про таких дебилов. Посмотрите, подобные люди. Это будет для вас полезно. Ну, а для разумных людей еще раз скажу. Кто не может или не желает, не хочет, нет времени и так далее, делать безопасную зубную пасту самостоятельно. А промышленную пасту купить безопасную невозможно. Потому что там тот или иной компонент или открыто, или зашифрованно есть, указан, или в любом случае присутствует в той или иной пасте. То, тем не менее, можно купить действительно экологически чистую, безопасную, абсолютно безопасную зубную пасту. А поскольку я как раз и занимаюсь экологически чистыми продуктами и товарами, то вот вам выбор. Четыре вида зубной пасты индийской. Именно этой. Проверенной нами, в том числе, не только сертификатами соответствующими. Это все понятно. Ну и, конечно, вот просто самый лучший вариант это наше производство. Это уникальный порошок из целлюлозы, сердцевины, волокон льна. И заодно, дорогие товарищи, вы просто поддержите отечественное небольшое производство, чтобы хотя бы остатки этой отрасли существовали, чтобы она не загнулась окончательно. Да, и в этой связи еще одно напоминание, ну или, скажем, информация для новых зрителей, потому что вы, наверное, этого не знаете. У нас есть производство уникального мыла. Про него я, наверное, все-таки тоже сделаю отдельное видео, хотя уже продаем лет 8. Это мыло делается полностью из растительного сырья, а именно из масел, иногда в отдельном виде мыла, до 13 видов разных масел и эфиров. Все, это мыло, по сути, даже есть можно. Кстати, если что-то нельзя есть, категорически это на кожу тоже нельзя наносить. Запомните, это главное правило для выбора вашего чего бы то ни было. Попробуйте наши мыла, вы удивитесь их и приятному аромату и свойствам. И еще не забудьте, у нас есть бамбуковые зубные щетки с угольной щетиной, то есть, соответственно, экологически чистые, безопасные, не пластиковые поганые, которые убивают природу, а их ведь выбрасывают миллиардами во всем мире. Имейте это тоже в виду, в плане и этическом тоже, а не только лично для своего здоровья. Что ж, все это вы можете приобрести на нашем сайте nadgard.ru. Посмотрите обязательно раздел отзывы. Ну и всего хорошего, до новых встреч!